Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. С 1 июля в Самарской области вновь подорожают услуги ЖКХ. Остановить это традиционное увеличение цен не смогли ни пандемии, ни снижение уровня доходов населения. Власти называют решение объективным в то же время. Один тариф все еще удерживают на уровне аж с 2019 года. Мой гость уверен, что очень важно вовремя и в полном объеме доводить до населения информацию о вносимых изменениях, в том числе о повышении тарифов на коммунальные услуги. Разбираемся в коммунальных нюансах вместе с экспертом Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра общественного контроля ЖКХ. Здравствуйте, уважаемый Виктор Иванович. Добрый вечер. Ну и, конечно, как вы уже, наверное, догадались, уважаемые телезрители, не можем мы сегодня говорить в записи. Работаем мы, конечно же, в прямом эфире 202.11.22. Пожалуйста, звоните, задавайте нам свои вопросы, свои какие-то частные истории рассказывайте, если вдруг вам нужна вот прямо сегодня и сейчас, в этот момент помощь моего уважаемого эксперта. Виктор Иванович, пожалуйста, дозванивайтесь. Ручка на месте, листочек есть. Виктор Иванович, готовы записать все обращения 202.11.22. Дозванивайтесь, пожалуйста, и задавайте вопросы свои. Ну что же, изменения вступят уже с 1 июля 2021 года. Скажите, пожалуйста, чего коснется подорожание, Виктор Иванович? Значит, подорожание коснется тарифа всех тарифов на коммунальные услуги за исключением твердых коммунальных отходов. Все остальные коммунальные услуги – это холодная вода, горячая вода, водоотведение, электричество, газ, тепло – все они поднимутся. Они проиндексируются, Виктор Иванович, верно? Конечно же, по Самарской области вступят изменения, но ведь для каждого субъекта, для населенного пункта, для города – Самара, Тольятти, Сызрань и так далее – каждый свой индекс. Пожалуйста, разъясните, каких ресурсов и какой индекс будет увеличен? Значит, смотрите, для того, чтобы вот эти тарифы не росли беспредельно, государство регулирует эти тарифы. Регулирует чем? Индексами платы граждан за коммунальные услуги. Выпускается постановление правительства Российской Федерации, где каждому региону определяется свой индекс. Насколько можно поднять тарифы, насколько можно поднять плату за все коммунальные услуги с 1 июля. Вот для Самарской области этот индекс 4%. Далее. Губернатор Самарской области на основании аналитики, он готовит свое постановление и определяет вот эти предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги для каждого города, каждого муниципального района, каждого поселения. Вот на сегодня такое постановление губернатора есть, и предельные индексы определены для каждого города. Наибольший предельный индекс это Жигулевск 5,8%, и наименьший индекс это 3,6% сельские районы. Хорошо. Для Самары какой индекс? Самара 4%. Прошу вас привести примеры. Сколько платили за воду прежде, и сколько будут платить сейчас? Не за воду. Вообще в прямом шепетале. Вот смотрите, мы понимаем, вот эти предельные индексы, это сумма платежей за коммунальные услуги. То есть если мы в июне платили за все коммунальные услуги, все, холодное, горячее, водоотведение, электричество, газ, тепло, допустим, квартира платила, ну, 2000 рублей. Ну, такого, наверное, сейчас по городу нет. Ну, давайте 4000 рублей. Да, возьмем 4000, вроде как, средняя цена. То за июль, за этот же набор коммунальных услуг, за эти же объемы, мы с вами должны заплатить на 160 рублей больше. Да. Все. 160 рублей, не больше. Поэтому вот этот предельный индекс, как раз они регулируют вот этот рост тарифов. Почему? Потому что запросы у ресурсоснабжающих организаций большие. Они говорят, нам надо на 5 рублей прибавить, нам надо на 10 рублей, нам надо на 20 рублей прибавить. Но департамент, когда регулирует тарифы, он смотрит, а какова будет сумма платежа граждан вместе за все коммунальные услуги. И эта сумма, они должны превышать 4% в Самаре. Все. Если мы одним поднимем на 20 рублей, то вторым мы и остальным должны будем поднять там на 50 копеек. Почему? Потому что платеж был не больше, чем вот эти 4%. Это самое главное. Спасибо. Пойдем сейчас обязательно дальше. Но я хочу проанонсировать, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефоны в студии работают, уважаемые телезрители. Дозванивайтесь. Мы общаемся 30 минут в прямом эфире. И еще раз. 202-11-22. Ждем ваших вопросов. Виктор Иванович, а вот с математической точки зрения, расскажите, пожалуйста, что такое тариф и почему, и из чего самое главное он складывается? Значит, тариф – это частное отделение затрат ресурсоснабжающей организации, разделенных на объем того ресурса, который он выпускает. Ну, допустим, берем СКС. Это холодная вода и водоотведение. То есть сколько ресурсоснабжающая организация тратит на зарплату, отчисления, закупка материалов, обслуживание вот этих своих сетей – это общая сумма. Да, да, да. Эта сумма делится на тот объем, сколько они кубов холодной воды выдают на гора. И вот стоимость одного кубического метра – это и есть тариф. То есть если смотреть математически, да, вот это вот частное, вернее, как производное отделение, да, числитель у нас ежегодно повышается. Хотим мы его или не хотим. Та же инфляция – порядка 5%, да, то есть это уже увеличение на 5%. Дальше. Знаменатель – это объемы. После того, как мы начали ставить индивидуальные приборы учета… Вот только сейчас хотела вас спросить, как-то ситуация изменилась со счетчиками. И общедомовые приборы учета, да. Значит, объемы потребления коммунальных ресурсов снизились до 30%. Это для поставщиков они снизились, конечно. Да, для них, да. Цифры уменьшились. Получается, что мы раньше платили на 30% больше по нормативам. А когда начали реально потреблять, когда поставили приборы учета, объемы уменьшились. Виктор Иванович, а это одна и та же история, когда человек, допустим, платил до этого по нормативам, потом он поставил счетчик… Он стал платить меньше. Разумеется. Он подал в ресурсоснабжающую организацию все показания, а перерасчет делают, возвращают то, что человек уже заплатил. Почему? Нет, нет, нет. Только нет, нет. Вот когда прибор учета поставлен на коммерческий учет, то есть поставлен прибор, поставлен на коммерческий учет. И вот с этого момента идет расчет уже по прибору. Уже по счетчику. А в каких случаях… Да, а до этого был норматив. А в каких случаях людям возвращают и делают перерасчет? Перерасчет делают, если, допустим, человек не подал показания прибора учета. Прибор учета, вот холодная вода есть, я забыл подать показания его. Мне три месяца ресурсоснабжающая организация будет начислять по среднему. То есть возьмет год, и какие у меня были показания, там, пять, шесть, семь кубов, да, вот оно среднее будет три месяца. Через три месяца мне будут начислять по нормативу. Но, если я подам показания прибора учета, мне сделают корректировку. Перерасчет. Спасибо. У нас есть звонок, Виктор Иванович. Мы слушаем вас очень внимательно. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из Альятия вам звонит. Очень приятно. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У него товарища, у него есть финансы, начиная с 2000 года. Вот он платил трехкотинной квартирой 455 рублей. А сейчас он платит уже 8 тысяч. И вот это получается, что за 20 лет, вот, вы понимаете, допустим, сейчас он сказал, что через 4% инфляции, если он платил 400 рублей и 4%, он платил 160 рублей. А сейчас 8 тысяч и 4%, вот, подставляете, сколько он платит уже? Спасибо большое. Не совсем, мне кажется, вы поняли, да, о чем говорил Виктор Иванович, он сейчас разъяснит. Кстати, в Тольятти предельный индекс платы граждан составляет 3,6%. Это меньше, чем в Самаре. То есть, если мы говорили, вот, по Самаре там на 4% больше будет, то в Тольятти 3,6%. Но вы поймите, за 20 лет все у нас выросло. То есть, 450 рублей до, сколько он сказал? 8 тысяч, да. 8 тысяч за коммунальные услуги. Что-то это, 8 тысяч, это не совсем то. Мы сейчас говорим, поймите, о коммунальных услугах. Холодная, горячая вода, водоотведение, электричество, газ, тепло и твердые коммунальные отходы. Только о них. Мы не говорим сейчас о жилищных услугах. Жилищные услуги, они не регулируются государством. То есть, ставка содержания и текущий ремонт, они не регулируются государством. Эту ставку определяет общее собрание собственников. Эта ставка действует не менее одного года. То есть, если у вас было повышение ставки содержания, допустим, 1 января 2021 года, следующее повышение может быть 1 января 2022 года. То есть, один раз в год повышается, да? Один раз в год. Я обращаю внимание жителей. Почему? Потому что некоторые управляющие компании злоупотребляют этим. Почему? Потому что есть постановление глав муниципалитетов о ставке содержания для муниципального жилья. И там бывает с 1 июля и с 1 января. Но это для тех, у кого было повышение с 1 июля и с 1 января. А не так, как с 1 января повысили и с 1 июля. Это незаконно. Неправильно, незаконно. Спасибо. Принимаем звонок очередной. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Программа «Город Эсс». Слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Михаил. Очень приятно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для новостроек в Самаре капитальный ремонт, с какого момента начинает платить по капитальным ремонтам? Хороший вопрос. Спасибо вам огромное. По истечению одного года со дня сдачи в эксплуатацию дома. То есть ровно через год уже в квитанциях жители могут увидеть строку капитального ремонта. Через год этот дом включается в региональную программу. И по истечению этого года начинается оплата за взнос на капитальный ремонт. То есть после года как дом сдан или как... Как введен в эксплуатацию. В эксплуатацию. Да. Есть постановление, да, есть акты, все. То есть если купили квартиру люди, грубо говоря, через год, через два, уже там будет капитальный ремонт и уже все это на законных основаниях. И здесь особенность какая вот капитального ремонта, взносов на капитальный ремонт, что эти взносы, они следуют за квартирой, не за собственником. Все остальные платежи на собственника. С них можно потом собственников через суд все это взять. А здесь за квартирой. Вот сегодня только разбирался с ситуацией. Люди проживали, так, не платили взносы капитальный ремонт. Кстати, Виктор Анатольевич, я прошу прощения, с 1 июля как раз этого года за капитальный ремонт тариф не повышается. Тариф не повышается, да. Он остается прежним, да. Так вот, люди не платили, не платили. А сейчас возникла ситуация, что им надо продать квартиру. Запросили справку в фонде капитального ремонта, а им говорят, у вас долг. Все. То есть, либо сам оплачивай, либо передавай этот долг новому собственнику. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Пожалуйста. Железнодорожный район. Вот за отопление каждый раз приходит разная сумма. Почему такое? Каждый раз, каждый месяц вы имеете в виду? Да, каждый месяц. Каждый месяц. На увеличение, на уменьшение. А у вас как оплачиваете вы? В течение года? Нет, я каждый месяц платила. Ну, каждый месяц в течение года платите, да? Да. И каждый раз. Разный. Значит, смотрите. Вот этот дом... Спасибо. Если в доме отсутствует общедомовой прибор учета, общедомового прибора нет, начисляется по нормативу. И суммы по отоплению должны каждый месяц быть одинаковыми. Да. Если в доме есть прибор учета общедомовой, но люди говорят, мы не будем платить 7 месяцев, только в отопительный период. Мы не будем. Для этого надо провести собрание. То тогда берется показание прибора за прошлый год, сколько дом потребил тепла, этот объем делится на 12 месяцев, и равными долями должен выставляться в следующем году. Но опять же, равными долями. Эти доли, вот плата за тепло, она каждый месяц должна быть одинаковой. Куда обращаться жительница, Виктор Иванович? И смотрится потом, если в течение года вы заплатили за один объем, а дом потребил больше или меньше, здесь делается корректировка. В данном случае в государственной жилищной инспекции Самарской области есть отдел, который проверяет правильность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. То есть пишите письмо руководителю государственной жилищной инспекции, прошу вас проверить правильность начисления платы за тепловую энергию, за холодное вознабжение, за отопление, неважно, да, за такой-то период, за такой-то месяц или за такое-то несколько месяцев, да, копию квитанции за последние три месяца прилагаю. И все, и государственная жилищная инспекция делает запрос ресурсникам, либо управляющей компанией и начинает проверять, правильно ли они считают, потому что у нас таких случаев достаточно много, когда и ресурсники, и управляющие компании неправильно начисляют. Есть такое. Спасибо большое. Ну а мы принимаем звонок очередной, мы вас приветствуем в прямом эфире. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня такой вопрос тоже в отношении капитального ремонта, как бы два вопросика. Пожалуйста. Наш дом был там в октябре 2014 года, и нам тогда сказали, что мы попадаем под амнистию капитального ремонта, и четыре года с нас не будут брать эти платежи. Сейчас, когда прошли эти четыре года, наше СССР подало сведения, ну, о наших жильцах в доме, но до сих пор, то есть подали сведения, я так понимаю, в конце года, но до сих пор никаких насилий нет. Кто должен, вот сейчас, бить тревогу, как бы, чтобы мы не вошли в долги? И была ли действительно вот эта амнистия на четыре года? Нет, амнистия никакой не было, сразу говорю. Единственное, что, Светлана, я вас попрошу, запишите, пожалуйста, телефон 260-37-19. Это телефон ЖКХ-контроль. Пожалуйста, завтра позвоните по этому номеру, я с восьми утра уже на работе, да, назовете адрес, и мы конкретно с фондом переговорим и узнаем, есть ли лицевой счет по вашей квартире или нет. Почему? Потому что много проблем, вот сегодня с фондом как раз говорил, они делают запрос в Росреестр, чтобы те дали квартиры, номер квартиры, площадь, чтобы выставлять эти счета. По многим домам возникают проблемы, по той или иной причине. И потом люди, когда начинают какие-то действия совершать с этими квартирами, возникает вот этот долг. Но я вам одно скажу. Если с 2014 года работает фонд капитального ремонта и взносы идут, и вам вдруг не приходит квитанция, вы должны в первую очередь обратиться в фонд капитального ремонта. Почему мне не приходит квитанция? Потому что копить вот эти платежи, это себе накладнее будет. Либо по 200 рублей вы ежемесячно будете платить, либо потом вам выставят 30 тысяч. Да, очень кругленькую сумму. Поэтому я вас прошу, позвоните, мы завтра разберемся с этой ситуацией. Виктор Иванович, а вам вообще такое понятие было знакомо, вот амнистия? Нет. Нет? Нет. То есть это может быть какая-то еще привлекалась? Значит, я не знаю, что это такое, да, кто об этом говорил. Просто это было разное внесение изменений в законодательство, когда раньше было, что дома, сданные в эксплуатацию до 2015 года, они освобождались от оплаты взносов на капитальный ремонт в течение пяти лет. То есть вот гарантийный срок пять лет, им, их не включали дома в эту программу, и, соответственно, они не платили взносы. А в 2020 году принято изменение, сейчас все, что сдано было до 2020 года, и после 2020 года вернее, то все платят взносы на капитальный ремонт через один год после сдачи его в эксплуатацию. Изменились вот эти сроки всего лишь. Спасибо большое. Давайте послушаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Слушаем внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот же проживаем по Волжскому проспекту 15 час. Нам за отопление каждый месяц прибавляет и прибавляет за отопление. Вот было в прошлом месяце 1600, теперь 1900. Хотя у нас внутри стоит счетчик общедомовой. Нам когда ставили его, сказали, что мы будем платить меньше. Но мы платим, и каждый месяц нам повышение идет. Нет. Именно за тепло. Значит, смотрите, счетчик на тепло, он не сокращает расходы, не уменьшает расходы. Счетчик показывает, сколько вы потребили. Виктор Иванович, но сейчас же лето, отоплений нет. Как правило, это меньше, чем норматив. Ну, конечно. Здесь вот в данной ситуации, смотрите, стоит общедомовой прибор учета. Им начисляют одну двенадцатую. То есть все 12 месяцев равными долями им начисляют. И будут начислять. И сумма начисления должна быть одинаковая. То, что вот они говорят, каждый месяц увеличивается, это неправильно. Это неправильно. Исходя из чего она может увеличиваться? Дом не растет. Конечно. Площадь его не увеличивается. Зиморезка не выступила, отопление не включили. Потому что по прошлому году было, допустим, 120 гигакалорий дом получил. Разделили на 12 месяцев. По 10 гигакалорий каждый месяц выставляют на всех. Все. Виктор Иванович, это понятно. Делать-то что? Значит, еще раз говорю. Есть ГЖИ, которые проверяют правильность начисления платы. Я же вот объяснил. Прошу проверить правильность начисления платы. Также нужно заявку подать, да? Потому что другого пути нет. Платить или не платить, Виктор Иванович? Нет. То, что платить надо. Если скажешь, что это неправильно, сделают перерасчет. Если вы не будете платить, вы будете должником. Ну да. Поэтому в любом случае решение об оплате за 7 месяцев только в отопительный период, да, принимается общее собрание собственников. Только общее собрание может принять такое решение. Мы хотим платить только в отопительный период. То есть зимой, осенью они платят, весной, да, а летом нет. То есть вот эта сумма, она будет просто рассчитана на зимний период, на период отопления, а не на летний. Вот как есть показания. Также по индивидуальному, индивидуальный прибор учета. Вот у меня показал прибор учета, что я потребил 5 кубов воды, да? Я заплатил за 5. То же самое показал общедомовой прибор учета, что дом потребил, допустим, 50 гигакалорий тепловой энергии. 50 гигакалорий разделили на всех, все. Ясно. Здесь ясно. Виктор Иванович, продолжаем общаться с телезрителями. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, мы вас слушаем внимательно. Алло, алло. Здравствуйте. Да, да, слушаем. Здравствуйте. Чапаевская, 206. Очень приятно. У меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Почему за мусор берут с площади, а не с человеком? Вот я проживаю одна, у меня мусор всего, чуть не за 3, за 4 дня я могу набрать. А вы хотите с человека... А платить не будете за площадь. Вы хотите с человека начисления? Да, конечно. А я вот категорически против и с человека, и с метра. А я за то, чтобы платили все жители по факту. То есть вот сколько вы выбросили мусора, за это и заплатили. И сейчас, кстати, этот вопрос будет решаться. Насколько я знаю, вот у нас недавно состоялся здесь в Самаре съезд региональных операторов по ТКО. Это обсуждали проблему. Дальше. Единая Россия, я знаю, поднимала этот вопрос и решили заняться этим вопросом. Чтобы люди платили по факту. Я думаю, если они взялись, я думаю, на следующий год какое-то решение будет. А какие-то мысли уже выражали, но ведь это же нужно контролировать и считать, сколько каждый человек выбросил мусор. Значит, для этого, да, нужно выполнить два условия минимум. Это отдельная контейнерная площадка, чтобы туда никто не бросал мусор, да, и раздельный сбор. Да. В принципе, это решаемо. Сейчас пока нет законодательной базы и механизма для этого. Если сейчас это все будет отработано, то я думаю, что в ближайшие годы все это будет сделано. Потому что это будет справедливо. Кто сколько намусорил, тот за столько и заплатил. Потому что все равно, как бы мы ни говорили, с человека или с квадратного метра, все равно это неправильно. Ну, конечно. Спасибо, Виктор Иванович. Есть еще один вопрос, и мы вас слушаем внимательно. Очень. Здравствуйте. 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 Подскажите, пожалуйста, поставили общий домовой счетчик на электроэнергию. Как теперь это будет выглядеть в оплате за электроэнергию по квартирам? Спасибо большое. Значит, смотрите, это сейчас в рамках энергосберегающих технологий, да, обязали ресурсоснабжающие организации устанавливать счетчики. Коснулось это пока лишь электричества. То есть ресурсоснабжающие организации обязаны, в случае, если счетчик вышел из строя, либо закончился межповерочный его период, ресурсоснабжающая организация должна поставить умные счетчики. Что значит умные? Две стороны есть. Первая, хорошая сторона. Все счетчики сразу одновременно передают показания прибора учета. То есть все квартиры и общий домовой сразу передают одномоментно все показания. То есть разницы никакой не возникает. Это положительно, хорошее. Но, с другой стороны, через эти умные счетчики ресурсоснабжающая организация может ограничивать поступление электроэнергии в вашу квартиру. Это тоже надо знать и быть готовым к этому. Недаром же его назвали умным, да, Леонид Иванович? Да, умный. Но сейчас пока этих умных счетчиков недостаточно. Поэтому, если такие счетчики выходят из строя или заканчивается межповерочный срок, пока ставят, может быть, обычные счетчики. Но потом, еще раз говорю, с 2022 года все должны будут ставить вот эти умные счетчики. Ресурсоснабжающая организация ставит их за свой счет. Собственники за это не платят. Ни за общий домовой, ни за индивидуальный. Не отвечают ни за поверку этих счетчиков, ни за их сохранность. За все отвечает ресурсоснабжающая организация. А что жителям будет? Ну, более объективно будет показание этих счетчиков. Вы будете платить, сколько потребили. По факту, сколько потребили, столько и заплатили. И сколько за общедомовые нужды, да. Да, да. Хорошо, Виктор Иванович, есть еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. 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 постойте давайте давайте разберемся у вас есть общедомовой прибор учета до общедомовой но вы платье за горячую воду не по показаниям прибор учета так значит общедомовые до общедомовые значит здесь как по общедомовым показаниям то есть холодная горячая вода на содержание общего имущества она рассчитывается следующим образом до тех пор пока вы не примете решение общего собрания о том что вы готовы платить по показаниям общедомового счетчика вам будут начислять по нормативу пока не будет протокола общего собрания о том что вы готовы платить по показаниям общедомового прибора учета вам будут начислять по нормативу как раз старший по дому звонит вот это поэтому я Значит, вам надо сейчас провести общее собрание собственников и принять решение, что мы хотим платить за содержание общего имущества у горячей и холодной воде по показаниям общедомового прибора учета. И передать этот протокол исполнителю, если у вас прямой договор, ресурсоснабжающий организации, если договор с управляющей компанией, управляющей компанией. Спасибо большое, Виктор Иванович. Более чем понятно, вы ответили на вопрос. Я хочу, вот у нас прям совсем мало времени остается, тем не менее, Виктор Иванович, насколько вы активны, лично вы и ваша организация в соцсетях, можно ли как-то связаться с помощью популярных мессенджеров, да, Твиттер, Ватсап, Фейсбук? Значит, в Твиттере есть моя страничка, в Твиттере я даю информацию о всех новшествах, которые происходят в сфере ЖКХ, даю информацию о тех вебинарах, которые мы проводим, даю расписание этих вебинаров, как подключиться и прочее. То есть можете использовать это. Дальше, в Телеграм-канале тоже самое есть наша страничка, где я тоже публикую всю эту информацию. Дальше, если у вас есть желание посмотреть наши вебинары, которые касаются всех проблем в сфере ЖКХ, значит, можете зайти на сайт... Онлайн это можно сделать, да? Да, зайти на сайт Коэликционного центра, Коэликционный центр ЖКХ и энергетики. И там есть страница YouTube. А на этой странице YouTube-канала размещены бесплатно все вебинары, которые мы проводим. То есть, если вам интересно, вот в июле месяца, в конце месяца я буду проводить вебинар по теме порядок начислений платы за тепловую энергию. Как раз очень много вопросов по этому начислению. По поводу можно озвучить, Виктор Иванович. Прямой эфир. Заканчиваем. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Спасибо огромное за ваши вопросы. Ну и, Виктор Иванович, традиционно спасибо за ваши ответы. Спасибо. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok